Да, и получается, что, понимаете, часто мне мужчины говорят, слушай, ну как-то не по-мужски ты вот это вот, ну что ты там, ну ребенок родился, ну вот жена родила, ну а кто родит, если не жена? То есть мы это воспринимаем как само собой разумеющееся, да? А это же просто такие подарки от Творца. Я специально взял вот такое жизненно важное, можно сказать, центральное событие. Там, сколько есть пар, которые мечтают, и никак у них не получается родить ребенка. Сколько есть пар, которые одного родили, и слава богу. И мы просто себя обкрадываем, если мы не, знаете, как любители там, я не знаю, какого-нибудь там мяса или рыбы, да, он каждую косточку обсасывает, там после него даже собакам нечего есть. То есть вот это называется полноценная жизнь, полноценное проживание жизни. Когда ты не просто там вот гуляешь напропалую, пьешь, радуешься, получаешь какие-то удовольствия. Это очень поверхностно, это очень разрушительно. Если человек вот ведет такой праздный образ жизни, ничего хорошего из этого не получается, мы с вами знаем. А вот когда ты просто вот из мелочей, разумеется, из таких глобальных вещей, стараешься прочувствовать максимально, насколько это все чудеса, насколько это все подарки свыше, потому что это не само собой разумеющееся. И даже в повседневности, в повседневности ты опять же чувствуешь вот эти вот мелочи, то очень хочется быть благодарным. Потому что человек, который тебе что-то сделал, как мы говорили, в силу своих полномочий, да, ну, понятно. А когда это твой родной человек, сказано, что муж и жена — это одна душа. И мы с вами говорили, что в еврейской традиции свадебная церемония сказана, что под свадебный балдахин входит двое, выходит один, выходит одна душа. И все наши недовольства друг другом — это все равно, что моя правая рука будет бить левую, да, или там царапать, или еще как-то выражать свое недовольство. То есть все наши недовольства — это в силу нашей, извините, безграмотности и невоспитанности, духовной невоспитанности, да. То есть любой конфликт между мужем и женой — это лишь потому, что они не научены, не воспитаны, как этот конфликт, во-первых, как до него не довести, а во-вторых, как его решать, этот конфликт. Есть разные подходы, куча разных школ, мнений философских и так далее. Но мы с вами по-рабоче-крестьянски. Самое простое. Самое простое — это то, что если весь мир пропитан божественной любовью, и Творец любит меня своей божественной любовью и дает мне абсолютно все, как мы с вами говорили, даже пальцем пошевелить без его воли мы не можем, вдох сделать, проглотить что-то. Я изучал медицину, работаю в медицинской системе уже много лет, 30 лет. И есть люди, у которых есть наш рефлекс глотания. Так вот, в силу каких-то, не дай бог, неврологических нарушений, у человека нарушается этот рефлекс. Это все, человек не может есть. А если он что-то пытается есть или пить, он сразу начинает захлебываться. И не дай бог, может погибнуть просто на глазах. Глотание. Мы не задумываемся с вами. Кровь наша течет по нашим артериям, венам. И вдруг наши какие-то там тромбоциты с эритроцитами решили склеиться. Хоп, забили какой-то сосуд, не дай бог. Какой-то жизненно важный, не дай бог, день в сердце или еще в каком. Все. А почему так произошло? А зачем так произошло? То есть каждый день то, что мы с вами здоровы, то, что мы можем пить, есть. То, что мы вот вдумайтесь в то, что мы берем абсолютно инородные какие-то продукты. Все, что мы с вами едим. Поглощаем это внутрь себя. И оно каким-то образом переваривается и питает нас. Попробуйте то же самое, даже просто внутривенно сделать. Человек сразу умрет. А вот съесть, пожалуйста. Люди, когда мне говорят, да что ты, какие-нибудь такие скептики говорят, никакого бога нет и так далее. Я им просто объясняю, говорю, ребят, чистая статистика. В математику верите? Да. Говорю, наш глаз. Наш глаз, да. Я говорю, вот представьте, идете по пустыне. Мой учитель Раф Свирский всегда приводит этот пример. Говорит, ты идешь по пустыне, вдруг ты видишь, стоит самый последний, самый такой термоядерный компьютер. Возможно? Нет, невозможно. Ну как невозможно? Песчинка к песчинке, там бьются друг об друга. Сложилось так вот раз, компьютер. Не может такого быть. Наш глаз обрабатывает в тысячи раз быстрее информацию, чем самый-самый-самый-самый-самый современный компьютер. Понимаете? И сказать, что это случайно получилось, ну это просто неумно. И поэтому, что да, можно сказать, что как бы есть кто-то, кто это создал. И даже когда, вот мы с вами сегодня уже говорили, что развитие ребенка внутриутробное, я когда изучал, как это происходит, я спрашивал у профессора, который нам преподавал, ну вот клетка, оплодотворенная яйцеклетка, зигота, она начинает делиться. На что может разделиться клетка? На две такие же, как она. Вот она делится, 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 и вдруг начинают, это деление начинается три как бы лепестка разных, то есть с разными клетками. Я спрашиваю, почему? Все говорят, никто не знает, почему. Три, ну потому что у нас клетки в теле разные, в разных органах, да, они абсолютно отличаются и своим функциям, и строением. И вот разные клетки начинают получаться. Почему? Никто не знает. Я говорю, ну хорошо, допустим, я говорю, почему у нас зубы растут? Ну как, вы же знаете, через десну прорваться зубы, особенно у деток, да, это ж какая сила должна быть? Кто толкает? Они были, мне объяснялись, то есть разные там, не помню, как эти теории называются, но в общем все они только теории, потому что никто ничего не знает, как это все происходит. Никто вообще не понимает, каким образом у нас все работает. Пытаются изучать мозг. Да до какого конца, там до начала еще, там все, все в начале. То есть, да, да, понимаете, то есть вообще все эти вещи, я почему так надолго на этом останавливаюсь, чтобы вы поняли, насколько все, что с нами происходит, ежесекундно чудеса. Да, вот сейчас внутри вас, внутри нас всех происходят чудеса, которые мы не знаем, мы все сидим и воспринимаем это как должное, как само собой разумеющееся. Наше сердце, ни одного нету такого механизма, который мог бы там 70, 80, 100 лет сокращаться и выполнять свою функцию, да. Нету такого, просто нету, никакой материал не выдержит этого. Все чудеса. И за каждое нужно благодарить Творца. Что это делает, когда мы благодарим? Когда мы кому-то благодарны, мы абсолютно открыты, да. Мы же готовы на все, мы абсолютно открыты, мы не закрываемся от того, кому мы благодарны. С Творцом это играет нам, как бы, дает двойную пользу. Во-первых, мы благодарны, мы открываемся. А когда мы открываемся, мы можем принимать максимально то, что Он хочет нам дать. То, что если я кому-нибудь из вас захочу что-нибудь дать, а вы не будете у меня брать, откажетесь принимать. Я могу хотеть дать сколько угодно, а вы не берете. Да, ты ребенку что-то предлагаешь, даже, допустим, ты его хочешь покормить, а он не хочет. И все. И теперь, но мы с вами можем ошибаться. Допустим, ребенок не голоден. Помните, как в том анекдоте? Там, Вася, иди домой. Мне что, холодно? Нет, ты голодный. Так вот, мы с вами можем ошибаться в том, что мы думаем, что нужно даже, допустим, нашему ребенку. Творец не ошибается, он совершенствует. Он не ошибается. Поэтому все, что он хочет нам дать, для нас очень хорошо. Почему же мы не берем? Потому что, во-первых, нас не учили, как брать. Нас не учили понимать вообще, что нам сейчас что-то дают. Окей? Так вот, наша благодарность, вот эта вот открытость, она очень важна. И я хочу, чтобы мы сейчас с вами сделали упражнение такое целенаправленное на ощущение вот этой вот благодарности. Вот для этого я вам так много рассказывал о том, насколько вот вообще мы полностью зависимы от Творца, как все процессы, которые в нас происходят, руководимы только им, потому что вообще мало кто понимает, ну не то, что там до конца, а даже до середины практически мы не понимаем, как внутри нас все происходит. И мы с вами очень сложно устроены, очень сложно, ничего более сложного нету в мире. И вот тому, что это, слава Богу, функционирует так, как нужно, мы обязаны Творцу. И давайте вот сейчас сделаем упражнение, почувствуем вот эту открытость и благодарность. И вы мне расскажете, что вы почувствуете. Хорошо? Окей, сядьте все удобно, закройте глаза, сделайте глубокий вдох, выдох. И скажите себе, что сейчас время расслабиться, почувствуйте, как расслабляются мышцы плеч, мышцы спины, поясница расслабляется, приятная, теплая волна расслабления идет по телу, расслабляются все группы мышц, из поясницы в бедра переходит расслабление, голени, стопы и пальцы ног расслабляются. и расслабление идет вверх, по ногам, в живот, расслабляются мышцы живота, расслабляются мышцы грудной клетки, расслабление перетекает в руки, накапливается в пальцах, расслабляются пальцы, ладони, предплечья, плечи, расслабление переходит в шею, и затылок, расслабляются мышцы головы, мышцы под волосами, расслабление перетекает в лицо, расслабляются мышцы лица, расслабляются мышцы лица, мышцы лба, мышцы вокруг глаз, носа, рта, ушей, щеки и подбородок полностью расслабляются, расслабляются, и почувствуйте, что еще одна волна расслабления с макушки головы опускается по всему телу, по всей окружности тела, по всему периметру, опускается волна вниз, 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 идет по туловищу, рукам, в ноги, доходит до стоп, пальцев, ног и возвращается наверх, опять же по ногам, туловищу, рукам, шею, и до макушки доходит. И вот скажите себе, что я сейчас понимаю, насколько я абсолютно во всем управляемо творцом, все процессы, которые во мне происходят, все, что со мной есть, творец каждую секунду, каждое мгновение моей жизни, даже когда я сплю и не осознаю ничего, постоянно оживляет меня, дает мне жизненность. И почувствуйте, как на вас идет, на вас опускается этот приятный поток жизненной силы, приятный такой, освежающий поток жизненности, света. и этот поток окутывает вас снаружи, проникает внутрь вас, впитывается внутрь вас, освежает, оздоравливает, наполняет жизненной энергией, очень хорошо. Заполнитесь этой силой, почувствуйте, что вы настолько ей заполнены, что вы начинаете ее излучать. и поблагодарите сейчас Творца, скажите, Творец, я знаю, что это ты мне даешь эти силы, что ты хочешь для меня добра, ты хочешь для меня совершенства, и ты помогаешь мне достигать этого совершенства. когда я преодолеваю какие-то сложности, трудности, когда я открываюсь твоей гармонии, постоянно ты заботишься обо мне, я бесконечно тебе благодарен или благодарна. и почувствуйте, что вы просто вот распахиваетесь Творцу, распахиваетесь тому, насчет которого вы знаете, что вот от него полностью зависит ваша жизнь, ваше благополучие, и он с радостью хочет вам это дать. И вот почувствуйте эту распахнутость. Очень хорошо почувствуйте это, наполнитесь, почувствуйте, как вы просто вот сливаетесь с Творцом, растворяетесь, в нем. Очень хорошо. Молодцы. Сейчас, да. Сейчас я посчитаю с одного до пяти, вы откройте глаза, но вот этот навык, навыки, которые вы сегодня приобрели, позитивные навыки, ощущение присутствия Творца и распахнутости Творцу, абсолютного доверия. Вот почувствуйте абсолютное доверие. Вот я тебе доверяю, так вот как маленький ребенок доверяет матери. И поэтому он так беззаботно может уснуть на руках у мамы. Он полностью уверен, вот на больше, чем на сто процентов, как говорится, что с мамой абсолютно безопасно, хорошо, комфортно. Почувствуйте это доверие. И я считаю, с одного до пяти вы откройте глаза, только для того, чтобы поделиться тем опытом, который вы сейчас приобрели, и потом уже быть готовым с легкостью делать следующее упражнение. Итак, один, два, три, четыре и пять. Можно открыть глаза. Очень хорошо. Так, кто чего расскажет? Воздушность. Воздушность. Невесомость. Очень хорошо. Так, а какое вот, вот это чувство невесомости, вот вы можете описать, какого оно цвета? У меня такое желто-золотое. Желто-золотое. Видите? Розовое. 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 Да. Глаза. Комфортно. Комфортность. Вы понимаете? А? Глаза. Открывать. Вот. Я обычно как бы не прошу людей закрыть глаза или с открытыми глазами оставаться. Я вообще сторонник того, что человек должен в любых условиях уметь сделать это упражнение, любое упражнение. потому что в жизни вам придется не очень таких комфортных условиях возвращаться к ощущению присутствия Творца и контакта с ним. Но вот видите, вы сейчас не сговариваясь, все по сути дела описываете какие-то такие центральные моменты. во-первых, цвет вот этого света и тепла, да, золотистый, желтоватый, вот, у кого-то там розовый был, но, в принципе, вот, обычно люди даже начинают там с какого-нибудь любого оттенка и потом все равно идут в белосеребряный, в желтый, золотой. То есть вот эта вот гамма цветов, как известно, это вот высокие энергетические такие субстанции, структуру открываются в таких цветах. Очень хорошо. Вот попробуйте объяснить, что вам дал этот опыт. Вот каждый буквально в нескольких словах. Да. Молодец. Кстати, очень важную тему подняли, я сейчас отвлекусь на нее, потому что она для вас, для всех актуальна, вы все сюда, по сути дела, приехали со своими детьми, ради своих детей. Вот этот вопрос, за что, он очень правильно задан, и для чего, да. Я не помню, рассказывал вам или нет, я занимаюсь также регрессивной терапией, с помощью которой можно вернуться и в детство, и во внутриутробное развитие, и даже люди возвращаются в предыдущие свои воплощения, своей души. И там очень часто видят первопричину тех сложностей, которые случаются сегодня. И из своего опыта, сразу говорю, что это очень так, это не объяснение каждому из вас, но это как бы тенденция, да, того, что я вижу в регрессивной терапии, что люди, у которых случаются такие ситуации, как у ваших детей, да, какие-то ограничения проявляются, то чаще всего это очень-очень высокого уровня души, которые приходят в этот мир исправить что-то очень маленькое, и чаще всего даже не у себя, а у вас, у своих родителей, у своих близких, понимаете? Почему? Я вам объясню, почему. Потому что душа в наш мир, наш мир называется миром осия, это действие, миром действия, в котором можно что-то делать, что-то менять, что-то изменять. И в наш мир просто так души не приходят, они приходят именно для того, чтобы в чем-то себя совершенствовать. Для того, чтобы в конце концов совершенствоваться и уже находиться в высших мирах, в божественном свете и радости, и счастье. И только в нашем мире, в самом низком мире, можно делать какие-то изменения. Теперь есть книга, которая называется «Души рассказывают». Это книга о детях-аутистах, тяжелых таких аутистах, здесь в Израиле она написана, которые могли общаться только через, вот есть такая система, когда там эти дети как-то показывают какие-то буквы, и из этих букв они даже говорить не могут. И есть даже такое явление, что эти дети, они получают какую-то сверхинформацию, там им задают вопросы и так далее. Но речь не об этом. Когда их спрашивают, зачем вы пришли в этот мир, вы так страдаете, они практически всегда отвечают, что мы не страдаем. Нам комфортно. Теперь, а почему они приходят с такими ограничениями? Я вам расскажу сейчас одну историю, которая объясняет вот такую ситуацию. Был такой один из величайших мудрецов еврейских последних времен, раби Исройль Баальшемтов. Он создал движение хасидизма в иудаизме, раскрыл его, в принципе. И вот он делал колоссальное количество чудес, он был чудотворцем. И жил 300 лет назад приблизительно. И вот он, как многие такие люди, ходил из города в город, из местечка в местечко, и там проводил какую-то свою духовную работу по приближению людей к Творцу. И вот он пришел в одно местечко перед еврейским праздником, который называется Йом-Кипур. Это день избавления, когда еврейскому народу прощаются, и, по сути дела, вообще всему мирозданию прощаются все, ну не все, а большая часть каких-то проступков, каких-то нарушений. И в этот день постятся, сутки постятся, очень строгий пост. И очень большое, очень богоугодное дело, это перед этим постом как следует поесть. И сказано, что вот эта вот трапеза, которая перед постом, она даже заменяет собой несколько десятков постов, то есть постов, которые направлены на искупление каких-то своих провинностей. То есть сама трапеза перед постом. И вот Большемтов, он находился вот в каком-то местечке, и его пригласил раввин этого местечка к себе в гости, значит, вместе с ним съесть эту трапезу, и поститься вместе, и молиться вместе. И вдруг к ним забегает какая-то женщина с какой-то курицей в руках и спрашивает у раввина города, Рэйба, эта курица вообще кошерная или нет? Я вам не буду морочить голову законами кошерности. Но такой вопрос. И раввин говорит, слушай, сейчас у меня голова другим занята, на тебе деньги, пойди себе купи другую курицу и не морочь мне голову вообще. Да? Выкинь эту курицу. Говорит, нет. Большемтов говорит, нет. Пойдите, спросите у мальчика, который там вот где-то на рынке сидит в уголке. Мальчик такой вот вообще не в этом мире. И все так удивились, что есть такой праведник, говорит, пошли к этому мальчику. И мальчик, все говорят, да он вообще не разговаривает, у него там глаза в разные стороны, и он вообще не в этом мире. Вот такой несчастный ребенок, ему на прошлой неделе как раз исполнилось 13 лет, вот он сидит там на рынке, ему там бросают какие-то подаяния. И почему 13 лет? Потому что в 13 лет по еврейской традиции мальчик становится мужчиной, то есть вся ответственность, всю ответственность за себя он берет на себя, то есть уже с отца ответственность переходит на него. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова